Почему вы выбираете, чтобы ваш внутренний гнойник вышел наружу именно таким способом? Очень часто в детском возрасте, как правило, акне начинает проявляться примерно к 14 годам, к 14, к 16. И уходит оно, а бывает, вплоть до 45 лет. Чаще после 45 уже это идет на спад. И когда говорят, некоторые говорят, смените питание, и у вас все выровнится. Не всегда так работает. И у меня есть очень много случаев, когда ребята уже говорят, мы уже убрали из своего рациона практически все. Да, стало легче, да, стало ощутимее, быстрее проходить какие-то новые проявления. Но до конца это пройти не может. Либо когда остаются прямо рубцы, то есть достаточно быстро проходит прыщик, а рубцы остаются. И про рубцы мы с вами тоже говорим, почему после этих прыщиков остаются рубцы. Когда вы выбираете, чтобы таким образом вышло наружу, это то, что у вас в определенный момент в детстве что-либо трамбовалось. Например, у вас есть какой-то друг, есть какая-то подруга, есть телевизор, есть еще где-то, где вы для себя ловите тот пример, тот пример мира, тот пример семьи, тот пример социального поведения, который вам близок, в котором бы вы себя чувствовали максимально комфортно, например, там красивая девочка, например, любимой доченькой, например, какой-нибудь шустрой югозой, где бы вы там себя чувствовали вот так-то. Но в жизни по факту вы не такой, либо не такая. И когда вы не такой, либо не такая, вы себя начинаете искусственно ощущать, что это я, что как будто бы меня кто-то не видит, не слышит, не понимает. Если вы стесняетесь себя выпустить наружу, вы в своих мечтах, в своих снах, в своих каких-то проигрываниях с куклами, с игрушками, вы себя позиционируете именно так, как вы себя ощущаете внутри, а наружу по каким-либо причинам вы себя вынести так не можете. Ну, например, вам кто-то говорит, что ты бестолковый или бестолковая, а ты себя воспринимаешь, например, вот так-то. И из-за этого ты себя начинаешь как бы трамбовать, начинаешь не допускать, не разрешать, не позволять самому себе быть тем, кто ты есть внутри себя. От чего ты внутри себя кайфуешь. И когда ты не позволяешь себе выйти вот на этот вот кайф, который есть внутри себя, ты все время это зажимаешь. А когда ты это зажимаешь, то в конце концов у тебя начинает это выходить. Причем когда выходить? Когда начинается смена гормонального фона. Что такое смена гормонального фона? Смена гормонального фона это как раз то, что если простым языком, вот как я говорю, мультяшным, да, это то, что у тебя уже скопилось внутри. И сейчас это выходит в обостренной форме. То есть ты, например, что-то там хотел попробовать, да, там, ну, не знаю, там, грубо говоря, там хотел вот столько вот попробовать. А тебе говорят можно. И ты вот столько вот сразу же начинаешь пробовать. Вот гормональный фон, когда у нас идет именно с 12 лет, когда начинается смена вот этого гормонального процесса, то есть в 12 лет, как правило, не особо дети, не особо родители это не замечают. Замечают, начинают ближе к 14 годам. Но вот эти вот два года, это как раз максимальное то формирование, почему с 12 лет, мы уже с вами проговорили, да, не успел на запись поставить, что у нас до 12 лет это то, что при нашем позвоночном столбе мы можем каждые два года, каждый год, каждые два года мы можем формировать потенциал своего ребенка. То есть позвоночник каждого человека, он в идеале должен быть 12, я не помню, как называется, но вот это вот две фаланги пальчика позательного, да, позательный пальчик, не просто. Две фаланги, вот у нас таких вот 12 фаланг по всему позвоночного столбу. И именно 12, потому что после 12 начинается другой гормональный фон, и с 12 до 14 вот этот вот промежуток, когда у нас его, он как будто бы для социального мира, как будто как затишье. То есть с 12 до 14, если вы отследите ребенка, то он плюс-минус обычный, то есть до 12 у него идет какой-то рост, с 12 до 14 он как будто бы обычный, нормальный для своего, для восприятия родителей его самого, а после 14 начинается всплеск. И вот как раз вот эти вот два года, с 12 до 14, там происходит такой прессинг внутри, что ребенок даже не может это отследить, ни ребенок, ни взрослый. Вот. И как понять, то есть понятно, что если мы уже что-то знаем, как показывать ребенку, как с ним разговаривать, как ему показывать что-либо своим поведением, либо на примере там кого-то еще, то нам становится проще в нем сформировать его собственное я, сформировать его собственный стержень. Но и бывают такие ситуации, когда мы себя начали развивать уже тогда, когда наши дети уже стали взрослыми. Ну взрослыми разными, там у кого-то там уже 16 лет детям, у кого-то 26, у кого-то 46 детям, да. Но тем не менее, по каким-то причинам мы еще хотим что-либо, как-либо им помочь, да. Хотя про помощь мы с вами разговаривали, но все же мы возьмем абсолютно стандартную ситуацию. И возьмем стандартную ситуацию, когда в подростковом, в юношеском возрасте, в молодежном возрасте у детей, у юношей, у молодежи не проходят вот эти вот акне, не проходят вот эти вот прыщи. Где нужно посмотреть? Нужно посмотреть, кто он есть, нужно посмотреть, кто вы есть для самого себя, кем вы себя считаете внутри, то есть кем вы себя считаете внутри и кем бы вы хотели быть. Это одно и то же. И, наверное, сейчас сложно об этом говорить, потому что это другая тема. Давайте я, чтобы прям не забыть, я себе запишу, и мы с вами сделаем еще такой эфир. Мы с вами разберем эту тему, почему я говорю, что кем я хочу быть и кем я себя ощущаю, это одно и то же. Мы с вами разберем это попозже в следующем эфире. Но для себя, чтобы проработать вообще, почему у вас выходят вот эти ваши неразрешенные гнойники прошлого, выходят таким образом наружу. Это как раз про то, что когда вы себе отвечаете на вопрос, кем я хочу быть и кто я есть на самом деле, когда вы достаете вот это и это, как правило, они абсолютно не совпадают. И вы можете для себя принять, рассказать самому себе миллион причин, почему я не такой, каким я хочу быть. Потому что вот я хочу быть, это может касаться и физического тела. Вот я хочу быть вот такой вот, там, встроенный, красивый, а по факту я вот такая вот. Или там парень, вот я хочу быть таким, по факту я вот такой вот. Запомните, ребят, кем вы хотите быть и кем вы есть, вы просто не дотянули по каким-то причинам, оправдывая себя. Кем вы хотите быть, кем вы себя представляете, какой я хочу быть в мечтах, еще в чем. По факту вы уже на нейронном уровне, вы такой либо такая и есть, с такой фигурой, с такой внешностью, с таким характером. Это действительно так. И вам это нейронные сети постоянно выталкивают, кто я есть на самом деле. И когда вы не идете к этому, кто я есть на самом деле, оправдывая себя, я не могу похудеть, я не могу потолстеть, я не могу накачаться, я не могу отрастить волосы, либо там нет возможности побрить, потому что там не позволяют родители. Миллион всего. Просто мы сейчас берем именно внешность, потому что здесь легче всего привести пример на внешности. И когда вы себя представляете вот таким либо такой, это вы такое и есть, это ваши нейронные связи вам начинают бить колокола. «Приди ко мне». И когда вы не идете туда, создавая себе различные барьеры, почему я не иду туда, почему я до сих пор не накачался, почему я до сих пор не худой, почему я до сих пор, например, почему я до сих пор в аскетичной худобе, а не в красивых сочных формах, почему я в этом, почему я в этом, почему я в этом, вы себе создаете миллион, миллион всего, почему я не там, и вот это и начинает вас долбить, то есть сначала у вас это выходит в акне, если в акне не выходит, то, ребят, обязательно у вас потом будут проблемы с суставами, причем суставы, это любой остеохондроз, он начинается буквально с 23 лет, с 23, ребят, это не после 40, это не после 50, это с 23 года, у вас уже начинают подскрипывать суставы, чаще всего это слышно на коленях, чаще всего вы, когда что-нибудь делаете, у вас начинают прохрустывать пальцы, особенно пальцы ног, вот раз танцы, она раз хрустнула так, и не болит же ничего, не обращаешь на это внимания, это как раз опять же все про это, как вы себя ломаете внутри, так эта ломка у вас выходит наружу в каком-либо виде, и акне, опять же вернемся к тому моменту, почему после акне у некоторых, после выравнивания питания, прыщички начинают проходить очень быстро, но после них остаются шерамики у многих, и вот эти вот шерамики остаются, это когда вы физику проработали питанием, либо непитанием, да, а психику не проработали, и этот шерамик вашей психики, он так и остался, то есть физика не может вам маякнуть, что ты не все проработал, физика достаточно почистилась, и когда физика достаточно почистилась, это тоже не всегда хорошо, когда вы не проработали свою внутрянку, давайте так ее назовем, да, потому что оно вылезет потом в другое заболевание, и вылезет в то заболевание, которое будет, может быть, еще и менее приятное, то есть если акне это больше психологический фактор, когда вы, так скажем, некрасивы, то есть у вас же ничего не болит, у вас же не ломит кожу, да, бывают сложные ситуации, я сейчас говорю про общестатистические, да, сложные ситуации, это уже про другое немножечко, когда бывает, что у меня была девочка, у которой текла кожа, у меня прямо в карте написано, что подтечь на акне, я первый раз такой диагноз услышала, может быть, это просто для себя такую пометку сделала врать, вот, но у нее действительно она приходила, у нее прям прыщики лопались, постоянно она с салфеткой ходила, это было, это страшно было, действительно, вот, и есть и такие ситуации, но мы говорим сейчас не о частных случаях, да, чтобы туда не углубляться, а именно берем какие-то поверхностные ситуации, вот, и если вы их не прорабатываете по каким-то причинам, если вы не уходите туда, то у вас потом это идет первым делом с кожи, потом идет на суставы, почему на суставы, потому что до кожи достучаться ваш организм не смог, через кожу достучаться до вас, вернее, не смог, тогда он идет более простым путем, это через кости, через хрящи, через вот эту вот суставную жидкость, потому что что такое прыщи, это выгоняем, вы, это та же самая жидкость, которая у нас находится в организме, только вот в таком вот, в этой жидкости, давайте скажу таким, опять же, далеко не медицинским языком, да, это вот вся гадость, которая сформирована, выгоняется через жидкость, через прыщ, то же самое, если оно не дошло до поверхности, если не разобралось, то эта же гадость формируется через жидкость и в более ближайшее, в более ближайший пункт выдачи, это в межсуставную жидкость выдается, да, и когда это выдается в межсуставную жидкость, то что у нас начинает? У нас начинает болеть суставы, когда у нас начинает болеть суставы, надпочечники проработать это практически не могут, надпочечники проработать не могут, у нас становится проблематично работать надпочечники, Если надпочечники работают плохо, у нас начинают сыпаться зубы, сыпаться зубы начинают, у нас кариес выходит наружу и через опять же жидкость у нас возвращается, так как надпочечники плохо работают, у нас это все возвращается к другому фильтру, и другой фильтр у нас печень, который тоже начинает потихонечку забиваться, потому что это не функция для данной жидкости, не ту жидкость печень перерабатывать, не для той жидкости эта губка у нас состоит, и у нас весь организм начинает просто надламываться, то есть понимаете, как у нас работает? Только из-за того, что мы не проработали определенные моменты, из-за того, что мы физиологически, через физическое тело убрали прыщи, у нас начинают ломаться зубы, надпочечники, почки, печень, и выбросы идут у нас в кровь, выбросы идут в кровь, и в самом плохом варианте, когда у нас это все проходит, это когда у нас максимально забивается кровь и выходят в определенные неизлечимые болезни, не буду сейчас их называть, чтобы не было очень много критики, потому что, чтобы их назвать, это нужно вам более глубокую цепочку рассказать, а так как более глубокую цепочку рассказать, этому с вами эфир можно и на неделю растянуть, чтобы этого не было, я просто вот так вот скажу, чтобы вы понимали, все это прорабатывается, и один из пунктов, который вы можете начать делать самостоятельно, прорабатывать это, это начинать, это просто задать себе вот эти два вопроса, кто я есть и кем я хочу быть, почему у меня идет несостыковка, почему я не разрешаю себе стать, кем я себя вижу внутри, от чего я кайфую, от кого я кайфую, почему я им не разрешаю стать себе, а почему я тот, либо та, кого я вижу в зеркале, кого я вижу в отражении социума, то есть отражение социума, это социум, например, я себя там чувствую какой-нибудь такой веселый, там, вечно улыбающийся, смеющий, юморной какой-нибудь, либо юморным, да, а люди, с которыми я общаюсь, они говорят, да ты вообще такой угрюмый, у тебя постоянно все плохо, ты постоянно все вот это, постоянно все вот это, и ты себя начинаешь воспринимать именно так, а по факту внутри, ты сам с собой можешь так пошутить, иногда какие-нибудь вещи такие говоришь, и сам с собой смеешься, ну ты юморнул, бывает, наверное, у многих такое, что ты сам себе придумал какую-нибудь шутку, и тебе так смешно, а ты ее вытаскиваешь наружу, кому-нибудь рассказываешь, а она уже не такая смешная, ты думаешь, блин, придумал, так было смешно, а сейчас уже особо-то и не смешно. Это как раз тот случай, когда ты не распаковываешься, и чем меньше ты начинаешь вот это вот распаковывать, тем меньше ты начинаешь доверять себе, что ты все-таки можешь быть вот таким, тем больше ты начинаешь туда вот уходить, вот в свой конвертик какой-то. И чем больше ты уходишь в свой конвертик, тем больше у тебя это состояние внутреннего конфликта, внутреннего гнева, тем больше оно начинает там либо развиваться и выходить в определенные заболевания, либо там начинает трансформироваться в что-либо иное. То есть у нас же очень близко стоят акне, например, и любые заболевания с печенью. Они же стоят очень близко, потому что и там, и там гнев, но они абсолютно разные. То есть если акне, это внутренний детский гнев, я бы так назвала, это детская неразрешенность быть собой, то печень, это гнев ближе к здесь и сейчас. Это на что-то, это на кого-то, это то, что я могу очень хорошо вспомнить, это то, что я несу с собой постоянно, это то, что я все время знаю. А акне, это детский гнев, детский внутренний гнев, который ты пытаешься всегда забыть. И очень часто ты забываешь, потому что у нас мозг все так устроит, на любые травмирующие воспоминания, которые действительно травмируют твой мозг, твой мозг это просто забывает, убирает из своего осознания, чтобы туда не возвращаться. И когда он убирает из своего осознания, чтобы туда не возвращаться, ему все равно нужно через что-либо выйти. И он выходит, как правило, через какие-нибудь, через какие-либо недостатки кожи. Это прыщи, это угри, это фурункулы, тоже из той же серии, но там немножечко про другое. Фурункулы, это все-таки ближе к мужскому, женскому, как бы это смешно не звучало, но как только у вас появляются какие-то проблемы с противоположным полом, которые вы сами себе создаете, у вас идет фурункулез. Тоже можем поговорить, как-нибудь сделать эту тему, если она будет актуальна. Потому что это такое не очень распространенное заболевание, как мне кажется. Хотя, фиг его знает, может быть, просто я редко с этим сталкивалась. Вот. Поэтому, ребят, вот такая вот моя версия АКНЕ. Обязательно пишите свои комментарии под видео. Мы все-таки попробуем проработать, где мы можем еще выходить в эфире. Почему-то я везде встаю в блоке, в соцсетях не очень я угодно. Вот. И еще раз хочу вас пригласить на различные марафоны, которые сейчас помогают моей команды рекламировать и делать их максимально доступными, чтобы все вот эти вот моменты проработать. И, конечно же, в марафоне рождения Аватара мы будем говорить вот об этих, о разных этих вещах. Потому что очень часто мы думаем, что это вот про это, а почему-то не можем вылечить, почему-то не можем избавиться от чего-то. Если, ребят, вы не можете избавиться от какого-то заболевания, от какого-то вопроса, который вам вроде бы решили, он все равно возвращается. Значит, вы не туда смотрите. Разворачивайтесь на 360 градусов, смотрите туда, куда вы никогда не смотрели. Вот там у вас и будет ответ. Если есть какие-то вопросы, если есть какие-то непонимания, то присоединяйтесь. Мы максимально бюджетные делаем вот эти вот марафоны, но максимально бюджетные, чтобы все, кто там присутствует, могли получить какой-то свой бонус. И, конечно же, буду... Сейчас есть запросы и по депривации сна. Что такое депривация сна? Потому что депривация сна – это не про исполнение желания, это намного глубже, это про нервную систему, причем нервная система не только вашего физического тела, а нервная система – это и медград земли, я бы сказала, да? Это намного глубже, чем мы привыкли слышать, наверное, так. Вот. И, конечно же, будет марафон про нафит. Это когда мы либо с минимальным количеством еды, либо вне еды. И я буду максимально полностью ввести, как зайти на сухие дни правильно. Что перед этим нужно сделать? Потому что очень часто бывают, делают люди такие чистки, они великолепные, но для определенного круга людей неприемлемы эти чистки, потому что после определенных чисток, после одних чисток отключаются надпочечники. И если отключились надпочечники, то вся интоксикация, которую должен выводить организм, чтобы вы после сухих дней, либо дней на воде, либо на каком-то минимальном питании, чтобы вы были максимально здоровы, то эта ситуация приводит вас к еще большей интоксикации, к загрязнению организма, потому что все, что вычищается, это тут же выбрасывается в вас, и тут же выбрасывается в вас тем же фильтром, почками, надпочечниками, которые не могут проработать опять и опять. И это чревато последствиями. Поэтому не все чистки, не каждому чистки подходят. И об этом мы тоже будем говорить. И, конечно же, там будут упражнения именно физические, как можно заниматься для определенной группы мышц, чтобы сделать свое тело таким-то, либо таким-то, и с последующим выходом на жидкое питание. И об этом мы, конечно, тоже поговорим, потому что жидкое питание – это абсолютно другой уровень сознания. И вы это увидите. Поэтому кому что интересно, кому интересна какая-то тема, присоединяйтесь, и дальше уже будем все-все-все вот это прорабатывать. И, ребят, если было интересно, обязательно дайте обратную связь, под видео напишите. Этот эфир тоже выложим. Начало нет. Начало я забыла поставить на запись. Вот. Но что записалось, мы его выложим обязательно на YouTube, просто как роликом. Вот. И будем смотреть, как можно еще выходить в прямые эфиры, помимо того, что в Телеграме и в школе автономии. Вот. Пока только здесь меня выпускают в эфир, все остальное у меня просто стоит везде огромный блок. Вот. Спасибо вам огромное, что были со мной. И в следующий четверг увидимся. А где увидимся? Ребят, смотрите в анонсах, либо опять же здесь, либо все-таки получится на YouTube. Всех обнимаю. Всем еще раз благодарю. Пока. Продолжение следует...